Здравствуйте! В эфире тема часа. Сегодня говорим о волонтерах. Ребята, приветствую вас. Вы огромные молодцы, потому что действительно вот этот труд волонтеров зачастую, как бы это такое слово, вроде и понятное всем, а с другой стороны и непонятное, потому что зачастую я всем задаю вопрос, что такое волонтер? Вот он кто? Вот если я помогаю бабушке, дедушке сама по себе, я волонтер или нет? Я же тоже делаю доброе дело. Во-первых, будем в этом разбираться. Вы были участниками съезда в Москве волонтеров, то есть это особая такая награда от компании РЖД, как я понимаю, за всю проделанную работу в этом минувшем году. Поэтому хотелось бы понять и начать, Мария, с вас. Как вы считаете, насколько вообще важно вот так поощрять тех, кто занимаются, то есть это непрофессиональная ваша работа, да? То есть это такая доп-функция. Для вас вот конкретно это было там приятно, для вашей семьи, что вот вас так наградили. Вы переехали в Москву, вы сегодня там посмотрели этот город. Как вы оцениваете? Ну вообще любое поощрение всегда приятно во всех видах деятельности. Да, это безумно плюс огромный. Во-первых, встреча с людьми, которыми ты где-то онлайн общаешься, ты сможешь с ними вживую поговорить, встретиться, какие-то моменты обсудить. Во-вторых, увидеть какие-то места, где ты бы не бывал. Ну, например? Ну, например, мы плавали, ходили, как правильно говорится, на теплоходе Рэдисон. То есть мы от Москвы там поплыли, это был вообще... Это был тоже подарок? Да, это был подарок, это был потрясающий вечер. Также мы ходили в театр, у нас были вечерние программы, то есть внутри, место там, где мы проживали, внутри гостиницы. Развлекательные всякие программы были, то есть игры настольные. Здорово, здорово на самом деле. Это огромное стремление. А, вот как. То есть это правда позволяет дальше делать дела? Да, конечно. Мы же любим, чтобы нас поблагодарили. Это хоть как. Федор, ну давайте все-таки ответим на вопрос. Кто же такой волонтер? Вот вы кто? Волонтер — это, в первую очередь, разумеется, сотрудник компании. И во вторую очередь, это человек, который просто готов от чистого сердца делать добрые дела. Любой из нас может стать волонтером работы в той или иной компании? Нужно присоединиться к какой-то организации, пояснить, а как? Ну вот как вот у вас есть даже прекрасная толстовка, волонтер РЖД. Это спасибо огромной компании, которая сейчас поощряет людей, которые на своих местах делают добрые дела. Погодите, вы куда-то пришли и сказали, вот вы работаете в Октябрьской дирекции инфраструктуры, правильно? То есть вы пришли к руководству, сказали, я хочу тоже это делать. Как это происходит? Если мы говорим про Октябрьскую, например, дорогу, у нас есть свой отряд волонтеров, которые... У нас есть управление, есть отделы на регионах, которые направляют, которые регулируют волонтеров, помогают им адаптироваться, помогают, ну, направить, возможно, подсказать, в каком направлении можно себя проявить. То есть у нас же по волонтерскому, именно корпоративный волонтерский, 7 направлений, которым каждый сотрудник может себя проявить, выбрав для себя определенное направление и в нем, ну, и, разумеется, если какое-то другое заинтересует, в него тоже пойти. Федор, вы сказали о 7 направлениях работы волонтеров. Можете хотя бы 2-3 перечислить? Конечно, у нас активно в этом году РЖД поддерживает экологию, то есть одно из основных направлений – это экологическое направление. Второе – ЗОЖ. Также можно отметить помощь пенсионерам. Волонтеры активно помогали в начале пандемии и в течение следующего периода. Поступало очень много заявок для доставки продуктов, доставки медикаментов. Медикаментов, наверное, да. И на Октябрьской мы практиковали такую помощь, как обзвон пенсионеров. Поздравления с праздниками, с Новым годом, Днем железнодорожника, объяснение, как проводить голосование. То есть у нас порядка 10 тысяч пенсионеров, не работающих, на Октябрьской железной дороге. И составляли базу, и обзванивали каждого пенсионера. Какие молодцы. Мария, а вы по какому направлению работали в этом году? Ну, в большей степени, конечно, у нас также была направленность на пенсионеров, потому что пандемия. На 9 мая мы, например, с ребятами ездили. Мы вообще практикуем на дороге на Красноярской, на нашей, уделять больше внимания отдаленным. Потому что все, как бы, вроде здесь в одном месте связано. А то, что где далеко, пенсионеров же очень много. Железная дорога, она огромная. Вот. И мы вот ездили поздравлять наших ветеранов, пенсионеров. Пели песни под окном. Потому что, то есть, контакта, чтобы не было. Чтобы сбежать. Мы одели, нам наша ДК железнодорожников предоставила форму, мы прям в форме. Вот все военное, пели песни. Какие песни исполняли? Так, мы пели «Катюшу», и мы пели современную там песню. У нас ребята пели уже такая, тоже военная. Мы активно также работали с волонтерами-медиками. То есть, обратились к нам медики, то, что не успевают развозить медикаменты по адресам, да. И мы покупали медикаменты, отвозили тем, кто нуждается, вот именно медикаменты. Также еще у нас был момент, что мы возили врачей, так как был огромный поток, получается, вызова врача на дом. И просто не справлялись с тем, чтобы врачей доставлять, да, 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 то есть, по адресам. И мы вот там, нас, конечно, все одевали, нам давали все, все, что надо. То есть, все средства идеальной защиты. Да, все средства идеальной защиты. И мы развозили медиков по адресам, да. Мария, я правильно понимаю, что все-таки этот год, в силу того, что пандемия продолжается, был больше посвящен именно оказанию помощи ветеранам и тем, кто нуждается в продуктах, в лекарствах. Да, в большей степени, конечно, в продуктах, в лекарствах. Также мы помогали, маски развозили, перчатки, потому что, когда был дефицит масок, бум пошел, вот нам выделяли маски, компания, перчатки, антисептики мы также развозили, вот, медикаменты, продукты. В основном старались, конечно, на отдаленное, потому что здесь поближе, вот, тяжелее всего туда. Хорошо, Федор, но не все же сводится только к этому. Давайте на примере вашей дороги, Октябрьской, расскажем еще о чем-то, где волонтерство может себя реализовывать. В первую очередь, это, конечно, экологическое направление, это проведение экологических акций, проведение субботников. У нас есть замечательная команда на дороге, которая проводилась экологический турнир, можно так его назвать, по сбору мусора. То есть, выделяется определенная территория, и команды собирают мусор. Кто больше соберет за час, получает приз. И наша команда заняла первое место в европейском регионе. Ух ты, а приз какой был? Приз им дали, прислали статуэтку, то есть, определенную, чистые игры называется, конкурс, и поощрили грамотные, разумеется. А спорт? Здесь какое-то есть развитие? Спорт, да, разумеется, пандемию, к сожалению, проведение очных мероприятий затрудняется, поэтому мы в дирекции практикуем такую практику уже второй год, как проведение онлайн-спортагиана. Это как так? Ну, например, чем можно в онлайне заниматься? Подтягивание. То есть, за минуту кто больше подтянется, кто дольше простоит в планке, бег у девушек километр, у мужчин это три километра, отжимания и пресс. То есть, мы составляем таблицу, и нам видео присылают команды, мы результаты подводим и награждаем лучше. Я не очень понимаю, вот вы всякий раз говорите, мы проводим, подождите, волонтер, он что-то делает, но он еще, получается, и организатор? Ну, я организатор, поскольку являюсь председателем Октябрьской дирекции инфраструктуры, то есть, у меня тут, получается, и как организатор. А, многозадачность, получается, у вас такая. Но волонтеры, разумеется, участвуют в забегах, которые проводят городские, например. Мария, тоже участвует в забегах? Да, конечно, у нас, мы... То есть, нужно еще и спортивным быть, помимо вот доброго, большого сердца? Нужно, иногда быстренько сбегать куда-нибудь, к кому-нибудь бабушке какое-нибудь отнести, ребятишкам, ребятишкам куда-то, особенно когда с детьми мы вот работаем, у нас на дороге активно, у нас руководство очень поддерживает, принимает активное участие, за что им огромное всегда спасибо. Короткий вопрос, короткий ответ. Зачем вы стали волонтером и оправдались ли ваши ожидания после того, как вы стали Марией? Ну, я не хочу сказать, что я стала волонтером. У меня как-то само по себе это пришло, да? Мне это нравится, я получаю удовольствие. Я рада тому, что бывают моменты, когда человек просто видит тебя, и он обращается к тебе за помощью, и ты можешь ему помочь. Либо ты можешь найти какие-то способы, средства найти. Федор, ну а вы-то зачем стали и оправдались ожидания? Опять же, я соглашусь, Марией, что стать волонтером... Идут люди, которые готовы отдавать частичку себя, делать добрые дела, помогать людям. Спасибо руководству компании, что начали обращать внимание на волонтеров, что стали поддерживать. Потому что для волонтера самое главное, я думаю, это поддержка, когда мы видим, что какие-то наши усилия, они не зря. И, разумеется, нам достаточно благодарности людей, которым мы помогаем, потому что видеть их улыбки – это бесценно. Но когда есть поддержка у руководства, это вдвойне приятно. Ребята, огромное вам спасибо. От себя лично желаю и профессиональных еще высот. Чтобы по волонтерству все складывалось, но и чтобы достигли еще тех мечт, которые, я уверен, у вас есть, именно на профессиональном поприще. Удачи вам и спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok